Своим самогонным аппаратом пенсионерка Зоя Мутных даже гордится, хотя знает, торгует домашним алкоголем нелегально, а это значит нарушает закон. Но в погоне за рублем самогонщицу даже это не пугает. Какой стыд. Я на что должна жить? Люди миллиардами воруют. Там в верхах миллиардами. А я если тысячу в месяц, фотографируй, фотографируй. Я если тысячу в месяц выручу на этом, я как должна жить? И таких, как она, в селе Ухтын Богородского района 15 человек. Самогоноварением там промышляют почти в каждом пятом доме. И когда спрос рождает предложение, бороться с нарушителями становится невозможно. Нас они не боятся, милиции они не боятся. Гнали и гнать будем. Вот такие слова говорят. Я не знаю, куда уже обратиться. Из-за нелегальной продажи алкоголя страдают не только жители деревень, но и легальные производители алкогольной продукции. В этом году обороты Уржумского спиртоводочного завода уже снизились на 30%. Об этом рассказал на заседании законодательного собрания Юрий Терешков, генеральный директор завода и областной депутат. Естественно, падают объемы продаж, сокращаются и бюджетные отчисления. Все это вместе и привело к тому, чтобы выйти с подобной инициативой и ужесточить ответственность за производство и реализацию именно самогона. Если раньше штраф за изготовление, продажу самогона, браги и других напитков домашней выработки был от 500 до 2000 рублей, то теперь предлагается его увеличить до 5000 рублей. Такую инициативу депутата Терешкова законодатели уже поддержали в первом чтении. В июне проект закона рассмотрят повторно. Именно тогда и решится судьба самогонщиков.